Добрый вечер, дорогие телезрители! Сегодня среда, 19.45. Вы включаете свои телевизионные приемники, попадаете в темную студию, где один из нас решил справить свое, не буду говорить, скольки летие. На самом деле, буквально на днях один очень хороший человек, который во многом является для меня примером, можно сказать, служения государству, примером государственности, можно даже сказать, отметил свой юбилей. Какой я говорить не буду, но давайте сразу после отбивки посмотрим, что на сегодня приготовил Андрей Савич Борисов. А приготовил он вот что. Ну что, здравствуй, племя молодое, незнакомое. Андрей Савич, давай я тоже войду в круг, хотя я могу же я считать, что я в круге, да? Но тоже для меня, Дима, ты для меня тоже племя молодое, только знакомое. А здесь незнакомые племя, как Пушкин говорит. Ну, все-таки разница в возрасте, она такая позволяет говорить, что... Мне всегда, да, с молодыми людьми тоже интересно работать. Они иногда говорят такие вещи, которые взрослые, ну, не сказать, что это... Постеснялся бы спрашивать иногда, да? Давай начну издалека. Я не буду сегодня подвергать вас словословию, лепить из вас бронзовую фигуру какую-то, вашими глазами посмотреть вот на этих ребят. Давай попытаемся сегодня сделать наш разговор в таком русле, да? И, конечно, хотелось бы от отплеченных. Вот перед эфиром мы немножко поговорили о кино, о важнейшем для нас из искусств, да, которое в эти дни идет очень, на самом деле, идеологически выверенный, можно сказать, конъюнктурный политический фильм, который почему-то прилепили сбоку ярлычок, создан на народные деньги. Народ хочет ли такой идеолог? 28 подфиловцев? Да. Ну, я не считаю, что он такой уж конъюнктурный такой. Политический конъюнктурный. Ну, то, что он идеологический, патриотический, это само собой разумеется, но я думаю, что все-таки, взяв такую задачу сделать патриотический фильм, все-таки авторы фильма не до конца как бы сформулировали пафос. Не довыжили. Да, вот это вот самый главный. Если ты взялся за патриотизм, то надо довести его до какого-то, как бы сказать, метафорического какого-то символа. До гипербола. Да, как ты думаешь, Андрей-то вот, как раз он тоже Андрей, он тоже кинорежиссером, как я думаю, хочет стать. Вот я, мне 16 лет было, я написал, тебе 16, да? Да. Я написал заявление в Афгик, хочу стать кинорежиссером. Они мне ответили, но я, сказали, давай ты проучись еще на актера, потом жизнь увидеть, потом будешь кинорежиссером. Я по пути забыл, стал актером, потом пошел на драматического режиссера, а в результате через 50 лет только стал кинорежиссером. Вот ты хочешь быть кинорежиссером. Видел фильм этот, нет? Нет, я, к сожалению, еще не успел на него сходить. Надо сходить. Маст хэв, как говорят, нынче, да, и, как говорят, в стране удивительной Канады и Соединенные Штаты, которые... Ну, я не знаю. Ладно, опустим это дело. Андрей Савич, почему такое окружение? Давайте, я попытался, вернее, настроился на некий пафос такой, почему я упомянул вот эти 28 панфиловцев, там показывают труд, обыденность, ну, принесла, отдала хлеб, там, и так далее, и так далее. Люди работают, копают, еще раз копают, потом имирают, и погибать за родиной тоже работают. Почему такая вот бригада сидит? Да. Во-первых, вот, и, кстати, связанность фильма. Во-первых, вот, меня один, моих из друзей, однажды, как полушутки, и в то же время серьезно, среди государственных мужей, назвал четырежды государственной. про меня. Я удивился, почему я сейчас, ну, оказывается, упомянул мои государственные премии такие, да, но я же государственных советник, так, да, и получилось, что я четырежды государственный, так, и вот сидят вокруг нас семеро вас, да, семеро смелых, которые совершенно не государственные. Да. Они, им всего в среднем 17 лет. Они еще не поняли, что такое государство, или, может быть, лучше, чем мы понимаем, да, но они совершенно новые люди, правда, племя незнакомое, молодое. Как произойдет? Что станет для них государство? Или кем они станут для государства? Нужны ли будут они для государства? Станут ли они, не дай бог, конечно, конечно, вот среди 28 панфиловцев, если надо будет, я не знаю, не уверен. Хотя я считаю, что именно как раз вот это поколение, оно самое чистое, самое готовое и для романтики, и для любви, и для служения, и для веры, и для надежды. Ну да, пока они не отведали полицейской дубинки, или пока бюрократия их немножко не, скажем, не пожмякала в своих тесных объятиях, они, да, можно сказать, они абсолютно не государственные люди. При этом они все лично с вами знакомы. Андрей Савич, каким образом? А вот так получилось, что вот Андрей кинорежиссер будущий. Это понятно. Он, Валера, будущий экономист, так, Петр будущий, кто был? Психолог, так, будущий архитектор, будущий дизайнер-художник, будущий актриса и драматург-поэт. Но они в будущем. А то, что будущие... Наверное, сейчас себя считают таковыми. Нет. Они считают себя таковыми? Да, считают. Нет, я не считаю таковыми. Я считаю себя поэтом, да. Да, вот, поэт всегда считает себя поэтом. А актриса? Я считаю себя актрисой. А с какого времени вы актриса? С шести лет. Ой, тогда это сложно. А вы тоже считаете художником себя? Я считаю себя художником с раннего возраста. Это отлично. С раннего возраста? С раннего. Но микрофон надо держать правильно. Пожалуйста. С третьего класса у меня появилась мечта стать архитектором. Почему-то они с третьего класса мечтают. И психологию, Петр, конечно, изучает там... Три месяца. Ну, один честно признался. Вот это будущее. Это будущее наше государство. Уже в этом каждом в нем заложена наша страна. Будущее нашей страны. Я очень хочу поверить в ваши слова, а не в то, что бровяство и так далее. Это и есть те руки, к которым попадет атомная какая-нибудь субмарина. Попадет. К ним? Или к бровяствам? И тем тоже может... И поэтесса может оказаться человек, который будет решать, что делать матросам и командиру атомной субмарины, когда наступит момент защиты Родины. Она напишет стихи. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Вот какие люди у нас в стране-то есть и будут и становятся. Становление каждого из них это становление наших государств. Поэтому они мои друзья. Мне очень... Я же государственный советник. Понятно? Соответственно, государственный советник должен думать о государстве. Не только у себя в кабинете сидеть и общаться с чиновниками и с главами и с министрами. А еще и должен думать о государстве. Поэтому они мои друзья. Я правду говорю, да? Да. Действительно, Андрей Савич... Ну, я с многими ребятами здесь уже давно знаком. И мы действительно с ним часто советуемся даже вот по обыденным делам. А вы ему даете совет? Государственному советнику? Даете совет? Честно, Андрей Савич, такая личность, что обычно государственные люди, они как? Они сказали, вот, я так хочу. Все должны слушаться. А Андрей Савич совершенно другой. Он всегда, наоборот, просит идеи. То есть у меня даже мой отец вдохновлен этим, то, что человек всегда готов общаться с любым и будет с ним равен. И поэтому он так собирает в себя идеи и прислушивается к каждому. И даже некоторые мысли, вот когда мы с ним оставили спектакль, многие мои вещи вошли в, как сказать, в тему спектакля, выразительные средства. Но он, меня он чуть испугал, когда я говорю, вот, давайте встречим через три дня. Он говорит, нет, сначала вы дайте задание своему сотруднику, говорит. Понятно? Вот это меня поразило в молодых людях, которые очень практично думают. А я думаю, пусть созреет у меня идея, идея, которую он говорит, или я ему говорю. Пока еще... А он говорит, нет, вы дайте задание там Жене, пусть она запишет. И мы... Вот это для меня очень важно было. Андрей Савич, хорошо, немножко отвлекусь. 4 декабря, вот, честь для меня, то, что вы пригласили на... Ну, не подведение итогов, дела только начинаются, на самом деле, наверное, в вашем возрасте, да? А завершающий, можно сказать, этап вот той линии жизнь замечательных людей, жизнь государственных людей, да? Нашей республики, нашего края, в котором мы даже, ну, себя показали. Героем сделал, да? То есть, вот нас здесь сидит 9 человек, когда мы собрались, вот, спасибо, Вадима, что ты вот пригласил, пригласил этих ребят, да? Но я тоже участвовал в этом, да? Но 9 человек, а 9 это, ребята, очень такая сакральная цифра, 9. 9 хромосом, да, и так далее. Кстати, 9 цветов есть у радуги, не 7. Спорим? Спорим, что 9 цветов у радуги? Какие два? Обычно всегда говорят, красный там, каждый охотник хочет знать, где сидит фазан, там, да, а на самом деле 9, забывает белый свет и черный. 9. Я согласен, да? И в этом смысле, 9 спектаклей, которые я поставил в сахатеатре, это 9 цветов радуги. Это удивительные люди, люди государства нашего. Платон Аюнский, Максим Амосов, Алан Пасафронов, Клюм Нюр, и так далее, и так далее. И Винокуров, Илья Винокуров, он первый секретарь обкома был. Вот эти 9 человек, для меня, это жизнь замечательных людей. Даже некоторые мои оппоненты надо мной чуть смеются, говорят, он режиссером стал жизнь замечательных людей. Но я хочу вот 4 числа, к 110-летию сахатеатра, завершение декады сахатеатра, показать этих 9, значит, выдающихся людей нашей, нашего народа, нашей Родины. Правда, большинство репрессированные, правда, прошедшие через драматизм, трагические эти, но я хочу показать и этим, правильно говоря, завершить своеобразную такую, свою, какую-то творческую палитру о жизни замечательных людей. Вот 20 минут тому назад вы, Андрей Савич, сказали, что больше даже цените в этот 9 спектакля, чем «Желанный берег». Да, потому что эти спектакли, они, конечно, не видели этих спектаклей, может, Аня что-то видела, вот, они, я уверен, что они создали, вот тут, говорится, в театрах куется нация, вот, заходит, на улице толпа ходит, или 1-2 человека, так, они заходят в театр, они становятся публикой, да, вот ты же знаешь, публикой становятся, потом эта публика, посмотрев спектакль, оттуда выходит уже, чуть-чуть став народом, нации, театры куются нации, я уверен, что эти 9 спектаклей создали ту, значит, соль нации, ту интеллигенцию, которой все-таки, очень надеюсь, и надеюсь, что они думают, прежде всего, не только о своем личном, о личном надо думать, но еще думают о государстве, о стране, о народе, о культуре, о нации, о России думают, вот таких людей, я думаю, что воспитали эти спектакли. Во втором блоке нашей программы один из нас, один из нас сегодня справляет юбилейный день рождения, один из нас, Андрей Савич Борисов, мы поговорим, дальше развернем вот эту вот тему, нации, народа, государства, государственности. Рекламная пауза прерывает наши государственные думы. Андрей Савич, мы продолжаем, ну, конъюнктуру же все-таки, фильм «28 Панфиловцев», там замечательная фраза, да, ну, какой же ты казах, ты же русский. Ваши планы создать Евразийский театр в Москве, я понимаю, что Москва, ну, не замордована, но порядком подустала от буйных, скажем так, представителей нерусских наций. Так. Подустала. И тут же прямо вы планируете открыть театр, где будут играть Мар-2, Алтайцы, Саха. Вот я, сейчас только вот во время рекламы по-моему, слишком долгое. Так, значит. Лучшие моменты бывают. Вот смотрите, вот все время реклама. Так, а мы говорящие головы, так, да. А реклама это для торговли, а голова, значит, не торговли. Вот, значит, вот Александра, да, она поэтесса. Вот сейчас как раз с ней говорили, она говорит, мы русские, сказала так, да. И мы чуть было так, как мы русские. В этом фильме как раз говорит, как казах говорит так, да. Но мы-то... В душе все русские. Вы на русском языке же пишете? Да. Периодически и на английском, но все равно, да, примечусь на русском. И на английском пишете, да? На английском пишу, да, бывает. Вот. Кстати, а один из лучших переводов Шолохова, Толстого и Пушкина у нас у якутов. На якутский язык. Пушкина перевести на якутский язык это невозможно, ребят. Но он перевел так, что ощущение это Пушкина. А в Сахотеатр приезжал мой друг Геннадий Содников, русский художник, брат мой, да. Он говорил, я приезжаю за русским театром в Сахотеатр. Многие московские театры, европейские театры. Даже себя называют они... Я... Театр Европы, Санкт-Петербургский, например, театр. А мы на русской школе. Кстати, Сахотеатр возник на храме русском, внутри храма тогда. А московская история, про которую, Дима, спрашиваешь, я более чем уверен. Если в этом здании, в центре Евразии, будут показывать спектакли киргизский, казахский, калмыцкий, татарский, башкирский, и так далее, и так далее, это как раз сбалансирует то, что ты говоришь о том, что, мол, значит, очень много чайхона возникла в Москве. Чайхона, все, чайхона и чайхона. Много обслуживаешь персонала такой, нерусский, и к ним относятся не совсем как... как бы не совсем правильно. Не как носителям культуры. Да, и они неправильно себя ведут, а когда появится культурный центр, тогда как раз ценность этих народов через это будет. Ты согласен со мной? Полностью вообще. Микрофон. Я полностью вообще согласна, потому что вот москвичам, вот как вы сказали, мне кажется, не нравятся именно люди, которые ведут себя неправильно. Конечно же, они приезжают в чужой город и ведут себя неподобающе, что им не нравится. А именно театр покажет в этом городе, что есть у этих народов культура, есть другая религия, интересы, тогда, может, москвичи увидят то, что все-таки... Вообще театр превращается в последний оплот культуры, да? Сходить в театр сейчас звучит как, ну, одеться как положено, да, вести себя как положено. Вообще общий показатель культуры, не только культурного наследия, а общей человеческой культуры, да? То есть куча условностей, которые связаны с самим процессом посещения театра, да, вникания в театральный, я побоюсь этого слова, продукт. Вот мы вот, Саха театр сейчас проехался по евразийским странам, назовем там, ну, там, Киргизия, Казахстан, Башкирия, и так далее, и так далее, Татарстан, там, Москва, Санкт-Петербург, и вот там, значит, к театру относятся как к развлечению. Так? И я увидел во многих городах, особенно русский театр, русские театры в национальных республиках. Комедии, 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 чуть-чуть трагикомедии. Так? Я говорю, почему? Касса, развлечения, а театр совершенно другое место. Театр на самом деле, особенно драматический театр, и оперный театр, это не развлечение. Я еще раз повторяю, в театре создается нация, куется нация, народ куется. В этом смысле, конечно, вот, пафос должен быть. Пафос должен быть. Без пафоса театр становится шоу. Так? Вот, вот, здесь сидит вот психолог наш друг, да, Петя, что-то он задумался, психологически напрягся так, да? Вот. В театр же приходит человек не только для развлечения. Да. Для развлечения есть КВН, там, комедий-клаб. Вот. У них уже для развлечения. А что это, я побоюсь это сказать. Театр, это как бы, чтобы духовно насладиться. Я шучу, конечно. Ну, КВН, там можно посмеяться, наверное. Но я не смотрю КВН. Театр, как ты думаешь, духовно насладиться, да? Да. Духовно насладиться. А что такое, я не понимаю. Экстаз получить, духовно. Насладиться, ну, физически насладиться еще примерно понятно. Хорошо покушал, там, туда-сюда. Мне кажется, испытать катарсис, за этим приходит театр. Ой, какие слова они говорят. Я бы был уверен, что это очень интересный ребят. А что они сказали оргазмом, да? Катарсис-то, да? Катарсис. А что такое катарсис-то, кто знает-то? Очищение души путем сострадания. Сопереживания. Сопереживания, простите. А мы с тобой думаем, катарсис-то, это оргазм, да? Ну, это мы с тобой думаем, да? Как они, как они вот мыслят? Ну, мне кажется, что они очень академическими фразами какими-то говорят. Мне может показаться, я может мало с ними. Я их впервые вижу, да? Вот эта вот фраза, она звучит как на экзамене. Ну, как? Хорошо. Вот Валера, 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 по-моему, ты экономист, да? Да. Вот. Я не знаю, как это, как это может... А, кстати, ты знаешь перевод слова экономика? Нет, к сожалению. А актеры многие тоже не знают. Я вот удивился, я спрашиваю актеров в Тиргизии, ребята, переведи слово актер. Вообще, что в твоей профессии главное? Актер – акт, действие. А экономика – это... Ойкус, ойкус и номус. Ойкус, номус. Да, просто ты сейчас чуть-чуть заволновался, потому что ведение, искусство ведения домашнего хозяйства. Кстати, да, ну, я забыл, да, вообще. Забыл, вот я. Потому что ты сейчас занят сложными какие-то процессами экономическими, так, да, а главная, основа, основа, вот это надо, этому учить надо, главному, самому главному. Вот, духовность и экономика, как они совпадают-то? Вот я не знаю, Дима, вот я боюсь, что он вдруг не ответит. Что такое? Сложный слишком вопрос задает? Даже для меня сложно, но в духовности и экономике... Да. Да, Они могут друг друга как-то? А? Скорее всего, нет. Не совпадает? Да. Экономист, это, скорее всего, он считает. Да. Но бывает же абсолютно бездушная экономика, на потребление только рассчитанная экономика, которая не считается с людьми. кризис, скажем так, экономический, да, великий, депрессия в Америке. Сколько людей там через вот эти экономические процессы, проходя, испытала драму, как раз самые сложные, великая депрессия, в это время появился Голливуд. Лучшие фильмы. Почему? Потому что как раз духовная сила, духовная опора, культура, искусство, они поднимают экономику. Товарищи экономисты, это, вы должны в этом очень хорошо поверить. Ты давай себе сегодняшние дня поверь этому. Поверь, да. И как раз-то опорой экономики является, зачем нужна экономика, когда человек бездуховный, когда у него, значит, внутри пусто, в душе пусто, мозгу пусто. Зачем нужна экономика тогда? Потребности. А? Потребности, физические потребности, еда, сон и прочее. Знаете, вы так сказали про депрессию. Мне кажется, что такие, такие различные ситуации сложные, они и создают шедевры. Потому что люди видят жизнь в новом свете и последующее поколение, оно тоже понимает, что надо отдать должное тому, что было тому, что претерпели их предки. Ребята, вот смотрите, я прерву, да, хорошее. Вот вы стремитесь к хорошей, это дольчевита, да, где-то там красиво живут, в Дании, к примеру, да, и так далее. Вы думаете, в Дании нет водопроводчиков? Или там нет скотоводов, которые разводят скот? Или каменщиков, штукатуров, любых элементарных профессий. Там есть оболочка красивая, да, очень красивая. Вот как раз мы с Димой обсуждали эту тему, да, когда вы сидели в другой комнате, мы говорили, я ему говорю, что большинство такого возраста молодые люди, юноши еще, 17 не сбываются мечты, когда, но на чердаке все мило 20 лет, Беранжей еще говорил, но они все думают учиться в Канаде, в Германии, в Чехословакии, в Америке, так, да. Они говорят, нам и тут хорошо. Говорят, правда, что ли? Мне и тут хорошо, абсолютно круто. Почему же, почему мы хотим учиться в Канаде и в Америке? Не для того, чтобы уехать отсюда, или из-за того, что мы не уважаем нашу республику, а скорее для того, чтобы получить новые знания, открыть окно в Европе, так сказать, как сделал сам Петр I. Разве нет? Мы мысли, мне кажется, так именно, то есть поехать в Канаду, взять там знания, принести в Якутию и развивать ее. Как и делает Андрей Старевич. Что скажете, император? Нет. Что ты сказал экономист? Старевич, он сейчас образование лучше, чем здесь, от специалиста на бакалавр. И еще как бы не до полностью как бы этот перенесли тот опыт на нашу республику. Потому что, допустим, мы когда этот, во время СССР у нас же был плановая экономика, сейчас мы переходим на рынок. Мы до сих пор же переходим на рыночную экономику. То есть мы все время на состоянии перехода находимся, поэтому образование хуже, чем за рубежом. Мы не то, не все. Ну почему же, вот сколько я обращалась за рубежные вузы, сколько спрашивала у детей, кто учится там, вот именно за рубежом очень ценят русское, российское, простите, образование. И очень к этому хорошо относятся, потому что образование в России дается именно не только научно, но и духовно. То есть там, например, экономистам преподают не только экономику, как скажем в Америке, но экономистам преподают и литературу. У нас философия была, социология, история. Философия есть у вас? Была. Была. А куда делось-то? Так все уже прошли. А, то есть захочешь? Прошли поэтами и все, да? По-моему, все молодые стремятся за границу или в другие страны для того, чтобы обрести вдохновение. То, что они не смогли найти здесь, чтобы найти вдохновение там и принести его сюда. И как бы, как сказала Анна, открыть новые двери, новые окна, новые рубежи? Ой, вот они вот не знают нашу страну. Вот опять вот телевидение. По телевидению совсем другое рассказано. Наша страна великая, удивительная, огромная. Вот мои одноклассники, один стал капитаном дальнего плавания, другой стал летчиком, третий стал геологом, четвертый стал врачом, я стал актером. Понимаете? Другие учителя и так далее. И огромная страна, они учились по всей стране. И тогда как раз капитан дальнего плавания, это Анатолий Иванович, мой зять, потом зятем стал. Он проучился во Владивостоке. Сейчас Владик так развивается, ребята. А мы почему-то повернем в сторону Европы и Запада и думаем, что только там лучшее есть. Я хочу спорить, потому что мы, как люди искусства, в частности, мы хотим именно потому что мы хотим отправиться за границу, потому что за границей именно больше присутствует искусство, нежели чем капитана дальнего плавания. Конечно, если я хочу, например, обучаться экономике, политологии и тому подобному, этому нужно обучаться в России. Но современного искусства, к сожалению, у нас в России так такового нет. Это классическое искусство и я вынужден прервать спор двух Борисовых, поскольку, опять же, экономическая составляющая, реклама, которая на нашем сверхинтересном разговоре Андрей Саевич зарабатывает какие-то деньги для ГБУ и ВКСАХ, она вмешивается. Покороче делайте рекламу. Да, ну, это пожелание такое от Андрея Саевича, это не мое пожелание. Реклама. И вы находитесь на филиале программы «Устами младенцев». Шучу я так, Андрей Саевич. Хотя, все-таки, да, со стороны молодыми глазами на себя посмотреть всегда полезно. Ну, традиционный такой, можно сказать, зрелый вопрос. Все-таки, нынешняя политическая компания, в которую вы принимали, должны были принять участие, да? Это правильно, очень-то, должен был принять. Должны были принять участие. Это надо понять, что я еще не принимал участие. Что вы из этого вынесли? Вот, самое главное, что оператор улыбается сейчас. Вот, оператор не улыбается, значит, что-то правильное мы интонацию какую-то правильную выбрали, да? Но, что вынес я? Что-то подгнило в государстве нашем. Что-то не важно, Вот, и слова Гамлета. Что-то подгнило. Когда самый, на самом высоком уровне председатель избирательной комиссии всей страны вдруг бросается такими словами по поводу какого дальнего там, где-то, находясь еще не ставшего кандидатом, еще гражданина Российской Федерации, что-то в государстве подгнило. надо разобраться. И вот эти люди вот светлые. Они должны разобраться. Они будут. Это люди, это светлые люди. Это чистый лист перед нами. Потом умницы какие-то. Потом, главное, талантливые ребята. Вот это они, они поймут, и тогда выборы будут настоящие. А мы дождемся этого? Вот они скоро выразятся. Мне пройдет и пяти лет, как они, да и сейчас они уже интересные люди. В этом смысле, конечно, надо чуть подождать. Чуть подождать. Подожди. И потом заняться надо. Я не буду заниматься тобой. Я уже, как бы сказать, дитро полное. Да, да. Надо вот эти люди, вот эти молодые люди. Экономист, режиссер, поэт, актриса, художник, архитектор, психолог, простой парень рабочий. Я долго же работал дворником, ребята. Дворником. В Москве. Кстати, в Москве. Вот. Я знаю, профессионал дворник. В этом смысле, простые ребята, вот эти люди, главное, чтобы они не потерялись. Чтобы они, чтобы на них не коснулось, вот, как бы, самых высоких уровней, вот это неверие. Чтобы у них была надежда, чтобы у них была вера и любовь. Чтобы они знали, что они могут что-то изменить. Да, да. Среда обитания, Андрей Савич, все-таки, среда обитания, она многое решает, многое предопределяет и так далее. И в этой связи можно поспорить все насчет архитектуры. Поскольку архитектор с третьего класса, да? Я считаюсь так архитектором. С третьего класса. Я считаю архитектором, которым вы стали в третьем классе. Вот это вот государственность зданий, да? У нас, как Андрей Савич говорит, нет еще архитектурного воплощения государственности республики Саха. Ну вот, назовите, город Якутский. Город Якутский. Мы любим город Якутский. Я с юности сидел около этого храма, Никольского храма, маленьким, шестилетним, сидел. Мама пошла в магазин покупать что-то. Я сидел на камне, теплый камень, весна была. Оказывается, я сидел рядом, где был похоронен мой дед репрессированный. Вот где-то там они похоронены, расстреляны, похоронены. Тогда для меня город Якутский это храм этот был. И вот деревянные дома, вот как Алис. Старый город. Старый город. А сейчас что во всем масштабе мира, страны, что вот определяет город Якутск. Я не знаю, я не уверен, я не могу назвать ни одно здание, которое определяет наш город Якутск. Думаю, мы только идем к этому, чтобы создавали стили, чтобы определяли наш этнос, то, что мы народ Саха. По-моему, когда во времена СССР создали стиль Москвы, именно когда люди приезжали в Москву и думали, вот стиль Москвы, вот Москва, думаю, что мы народ Саха. Это про высотки, да? Сталинские? Да, именно про их стиль. Вот она государственный, Савич. И думаю, как мы народ Саха, как немаленький народ, мы должны развиваться и идти к такому, чтобы к нам люди приезжали и думали, вот народ Саха, вот их стиль, вот их здание, вот их город. Вот японцы, сразу видно, финская архитектура, сразу видно. А где? Вот в нашем городе какое есть здание, которое определяет? Вот сейчас недавно построились такие здания, как, ну, в основном это спортивные комплексы, это как Чалбон, Триумф и так далее. По-моему, в них уже чувствуется этот этнос, этот Саха, когда я вижу орнаменты, мне отрадно от этого, то, что я вижу орнамент Саха на зданиях и то, что в дальнейшем наш Якутск будет таким, это только радует. На Лермонтово чудный дом поставили с вогнутой фасадной облицовкой, да, на котором вот якутские узоры, как Илинкебегарь. На Лермонтово. Видел, наверное, да? Да, это что-то я не... Очень красивое здание, с такой вогнутой и там якутские узоры. На самом деле, вот процесс становления, просто я говорю, что процесс этот затянулся, а регион не может еще подобрать себе какой-то бренда, не может еще подобрать себе, да? Ну, я понимаю, я при всем том, признании того факта, что в культивирование Алан-Хо вы лично, Андрей Савич, внесли столько трудов называть землю, вот когда японцы говорят страна восходящего солнца, корейцы говорят страна утренней свежести, канадцы говорят, те же, опять Канады, страна кленового листа, у нас земля Алан-Хо. То есть 99% населения земли нужно объяснять, что такое Алан-Хо. Это мы с вами знаем. Да, да, но сейчас это все-таки начинает понимать, что Алан-Хо это поэзия, прежде всего поэзия, Алан-Хо это прежде всего мировоззрение, это философия, кстати, это религия народа Саха. Все говорят, вот надо, чтобы народ Саха определился, особенно вот, как бы, деятели культуры, особенно такие старатели, которые пытаются определиться свои религиозные эти, особенно сейчас, наше время, и ислам, и христианство, и буддизм, и так далее, сейчас происходят же некоторые катаклизмы, так, да, поэтому, тем не менее, Алан-Хо это религия народа Саха, но Алан-Хо поэзия. Вот, Александра, вы вот что-то сказали во время разговора про Чучева, какую-то мысль, что вы сказали-то? Психи. Молки скрывайся, это и чувства, и мечты свои, это слова Чучева, но я чувствую то, что не хватает, не хватает в России целом, и, соответственно, в Якутии тоже, чего-то такого, чего-то такого, не знаю, родного, то есть, та же поэзия, та же литература, где новые поэты, где, куда они пропадают, куда они исчезают, может быть, их, не знаю, кто-то мешает, те же какие-то известные личности, так и в политике, кстати, я считаю, то, что... Вам кто-нибудь мешал? Вот, смотрите, нет, мы спектакль запрещали, и так далее, так, да? Было же. Да, запрещали, что-то мешало мне, видимо, но я уже... Так, вот, давайте создадим новую поэзию. Да, я не против, я за новую поэзию. Для этого просто надо найти одну комнату, собраться, и начинать читать стихи, потому что поэзия, она может только звучащая стать поэзией. Конечно, и Пушкина читаешь, но внутри же ты озвучиваешь, когда читаешь. Давайте создавать новую культуру, новую поэзию, новую архитектуру, новое кино, новый дизайн, экономику новую, но креативную экономику, креативную, творческую экономику, она креативная экономика, она другая. У нас экономика должна быть экономной, да? Как еще при Брежневе, а нужна креативная экономика. Экономика, которая творит, а не только считает, как ты сказал, не только экономит, и не только как бы планируют. Экономика должна творить новую жизнь, создавать новое. Можно вмешаться? Вот мы до этого говорили о том, что мы поедем за новыми знаниями в Европу и привезем их в Россию, будем их развивать. Но можно же создать внутри что-то новое, чтобы к нам ехали и забирали что-то новое в Европу. Мы еще не развиты так, чтобы к нам приезжали и учились, что-то у нас перенимали. Почему? Перенимать не перенимали, но все-таки Андрей Исаевич, как мы знаем, очень сильно причислен к ситуации, например, Дети Азии, например. Дети Азии сплотили кучу народов в нашей республике. Вот смотрю, вот, например, та же Анна, она сплотилась множеством национальностей, когда работала, помогала там, волонтерам, да, кажется? Вот, это тоже то, на что приезжают. Андрей Исаевич ставит свои спектакли, на которые люди приезжают. Несколько раз за все свое детство, проведенное с Андреем Исаевичем, я знакомилась с иностранцами, то есть вот те же германцы, канадцы, много кто был в нашей республике и говорил, Андрей Исаевич великий человек. Ой, спасибо. Дождались. Да, дождался, наконец-то, да. Дождался вот этой фразы тогда. Но самое интересное, на самом деле, правильно вы говорите о том, что к нам должны тянуться тогда, привлекательность нужна, привлекательность нашей страны, нашей. Это все, ребята, в ваших руках. Это уже не совсем наших. Как бы Аня не говорила о том, что это все это, она правду говорит, я согласен, я согласен, 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 но в ваших руках. Но есть проблема, пока нам не дают это взять в руки, мы бы уже с радостью. Дадут, придет время, Андрей, в ваших руках будет не только ядерная субмарина, поверь мне, это будут и школьные, скажем так, программы, по которым будут учиться дети, это будут и те самые экономические выкладки, по которым будет жить страна и так далее. На самом деле, государство, как Андрей Савич, опять же, в том разговоре, где мы, запившись, обсуждали, Платон, да? Внутри каждого из нас. Да, государство. Государство внутри. Говорят же так, ты достоин того государя, народ достоин того царя-государя, который он заслужил. Государство находится внутри тебя. Странно, да? Государство, казалось бы, такой механизм для того, чтобы упорядочить, а на самом деле от тебя зависит, какое у нас государство будет, какая страна, какая Россия, какая Якутия. И какие будем мы. Сегодня в программе один из нас отмечал свой день рождения Андрей Савич Борисов, человек, которого я безмерно уважаю, с которым всегда интересно. Вот сегодняшний выпуск программы не стал исключением. Посмотреть на себя, на государственность молодыми глазами, кто еще мог так? С днем рождения, Савич. Спасибо. Спасибо, друг мой. Спасибо, что пришли. Селфи будем делать? Селфи делаем, давай. Спасибо, что за субтитры делал DimaTorzok.